Приветствую вас на канале книги, истории, факты. В этом видео я хочу рассказать 200 правдивых фактов обо всем, которые вы не знали. Надеюсь его просмотр будет вам не только интересен, но и полезен. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления, и при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Обращаю ваше внимание, что как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале книги, истории, факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Скажите, любите ли вы узнавать что-то новое, но не хотите тратить время на поиски этого самого нового. А может, у вас есть несколько десятков свободных минут, и вы хотели бы передохнуть от своих дел, посмотрев что-нибудь интересное. Если ваш ответ положительный, то канал книги, истории, факты готов прийти вам на помощь. Мы как раз нашли правдивые факты обо всем, которые вы не знали. Слово «факты» на некоторых людей навевает скуку, поскольку они представляют себе сразу же что-то связанное с наукой, и очень скучное. Но как же они ошибаются, если так думают? Ведь факты могут быть о чем угодно и о ком угодно. Более того, они зачастую настолько увлекательны, что стоит только начать, и вам захочется продолжать смотреть и слушать дальше. Мы уже молчим о том, что вы запросто можете стать победителем какой-нибудь викторины, с такими-то разносторонними знаниями. Итак, начнем. 1. В годы, последовавшие за крушением Титаника, многие люди утверждали, что Титаник позиционировался как непотопляемый корабль. Оказывается, Вайт Стар Лайн, крупнейшая британская судоходная компания конца 19 века, фактически использовала формулировку вроде насколько это возможно сконструированы так, чтобы быть непотопляемыми, когда говорила о своих кораблях. Другие заголовки того времени включали такие слова, как почти и практически при обсуждении заявления о непотопляемости. Только после того, как корабль затонул, люди ухватились за идею, что Титаник должен был быть непотопляемым, и они не использовали настоящую формулировку компании при обсуждении трагедии. 2. Хотя вы, вероятно, знакомы с семейкой Адамсов, вы, возможно, не знали, что семья на самом деле впервые зародилась как комикс в еженедельнике The New Yorker в 1938 году. В течение следующих нескольких десятилетий в The New Yorker появилось 58 комиксов с участием серии «Анонимных жутких людей», нарисованных Чарльзом Адамсом, опубликовавшим в журнале более тысячи комиксов. В 1946 году Адамс и писатель-фантаст Рэй Брэдбери встретились, чтобы поработать над книгой о бэллетах, вымышленной семье, полной монстров. Брэдбери собирался написать рассказы, а Адамс проиллюстрировать книгу. Партнерство между Адамсом и Брэдбери не совсем сложилось, и Адамс возобновил рисование комиксов обо все еще не названной «семье» для читателя The New Yorker. В 1964 году один телевизионный руководитель наткнулся на книгу комиксов Адамса с изображением семьи на обложке. Он подумал, что из этого могло бы получиться отличное телешоу в прямом эфире. Они решили назвать семью в честь Адамса и попросили его разработать имена и черты характера для своих персонажей. Он тесно сотрудничал со сценаристами, чтобы шоу соответствовало тому тону, который он хотел. В 1964 году на канале ABC состоялась премьера сериала «Семейка Адамс». Хотя сериал длился всего два сезона, он стал культовым хитом и вдохновил на несколько будущих экранизаций. Пока шло шоу, редактор The New Yorker запретил комиксы об этой семье. 3. Не так давно исполнилось 20 лет с тех пор, как район метро Вашингтона, округ Колумбия, терроризировали двое мужчин, известных как снайперы кольцевой дороги, которые в конечном итоге убили 10 человек и тяжело ранили троих в течение трех недель. 2 октября 2002 года в Уитоне, штат Мэриленд, был застрелен мужчина. К концу следующего дня в том же районе было убито еще пять человек. Улики, найденные на местах преступлений, позволили властям связать все убийства и начать расследование с привлечением, как Департамента полиции округа Монтгомери, так и ФБР. Убийства происходили в обычных местах, таких как заправочные станции и продуктовые магазины. Вскоре детей перестали выпускать на улицу, а людям приходилось бегать по парковкам зигзагами, чтобы не стать мишенью для пуль. Власти начали проводить проверки автомобилей, после того как стали появляться слухи о том, что убийца ехал либо в темном шевроле, либо в белом фургоне. 4 октября женщина была ранена, пулей в Спотсильвании, штат Вирджиния, что расширило поиски, охватив Мэриленд, Вашингтон, округ Колумбия и Вирджинию. По мере расширения масштабов поисков убийства становились все более разрозненными. 7 октября ученик средней школы был ранен возле школы в Боуэ, штат Мэриленд. На месте происшествия была обнаружена карта Таро с надписью «Зови меня Богом». В течение следующих двух недель в Вирджинии было убито еще три человека и один ранен. 17 октября на горячую линию позвонил мужчина и обратился к властям с просьбой расследовать недавнюю стрельбу и ограбление в Алабаме на предмет возможной связи. На следующий день священнослужителю позвонил мужчина и сказал, что знает, кто убийца. Он также упомянул стрельбу в Алабаме и попросил священника записать фразу «Уважаемый господин полицейский, зовите меня Богом, не сообщайте об этом прессе». Священнослужитель отправился к властям. Записка с аналогичным сообщением была найдена возле стейкхауса в Вирджинии 19 октября. К 20 октября власти начали расследование убийства в Алабаме. Отпечаток пальца на улике, найденный на месте преступления, был связан с Ли Бойдом Малва, который жил в Такоме, штат Вашингтон. 22 октября в Аспинг-Хилл, штат Мэриленд, был убит водитель автобуса, и это стало последним убийством. Когда полиция начала узнавать больше о Малва и стрельбе в Алабаме, они связали его с Джоном Мухаммедом, о котором также упоминал звонивший по горячей линии. Эти двое вместе жили в доме в Такоме, и соседи говорили, что они часто стреляли по мишеням на заднем дворе. Власти объявили предупреждение о синем шевроле Кэпро из 1990 года выпуска, зарегистрированном на Мухаммеда. 24 октября полиция окружила остановку для отдыха вдоль АИ-70 в Мэриленде, где Мухаммед и Малва спали в каприсе. Они были арестованы без сопротивления. Полиция обнаружила, что они проделали отверстие в багажнике автомобиля, что позволило им стрелять незамеченными. И Мухаммед, и Малва, который был несовершеннолетним, были приговорены к пожизненному заключению как в Мэриленде, так и в Вирджинии. В 2009 году Мухаммеда казнили за его деяние. В сентябре 2022 года Малва ходатайствовала в условно-досрочном освобождении после постановления о том, что пожизненное заключение для несовершеннолетних является неконституционным, но получил отказ. 4. На Западе очень любят есть мороженое со вкусом тесто для печенья, с шоколадной крошкой. На самом деле этот вкус появился на прилавках магазинов только в 1984 году, когда покупатель в магазине Бен Энд Джеррис в Вермонте предложил добавлять кусочки тесто для печенья в ванильное мороженое. Вкус стал хитом, и к 1991 году Бен Энд Джеррис начал продавать пол-литровые упаковки мороженого из теста для печенья. 5. Богемская рапсодия группы Квинн, пожалуй, одна из самых популярных песен на Западе. По оценкам, в западных странах она звучит по радио, примерно раз в час. Фредди Меркури, фронтмен группы, на самом деле, имел пианино в качестве изголовья своей кровати и якобы просыпался посреди ночи, чтобы работать над песнями всякий раз, когда его посещало вдохновение. По данным BBC, именно так родилась богемская рапсодия. Песня, которая на первый взгляд повествует о мужчине, признающемся в убийстве своей матери и последующем суде над ним, стала предметом споров об истинном значении. В 2004 году альбом Queen Greatest Hits стал первым рок-альбомом, разрешенным в Иране, где к нему прилагалась листовка, объясняющая, что герой случайно убил человека, а затем продал свою душу дьяволу, только чтобы воззвать к Богу перед смертью, тем самым освободив его. 6. На Украине существует старинная брачная традиция, если женщина отвергает предложение жениха, его отправляют домой с тыквой, чтобы он не ушел с пустыми руками. Итак, какое отношение тыквы имеют к браку? Многие считали, что они хорошо влияют на мужскую силу. Мужчины делали предложение только ночью, поэтому шансы быть замеченными с тыквой, были невелики. 7. Уарен Хардинг вошел в историю, как один из худших президентов Соединенных Штатов, которых когда-либо видели. Оказывается, он также был вовлечен в страстный роман, который его семья пыталась скрыть после его смерти, опасаясь, что его наследие будет выглядеть еще хуже в глазах общественности. Серия писем, которыми обменивались Хардинг и Кэрри Фултон Филлипс, которая якобы была его любовницей, около 15 лет в 1910-х и 1920-х годах, всплыла в 1964 году, когда историк Фрэнсис Рассел попытался их опубликовать. Семья Хардингов незамедлительно подала в суд на Расселла. В конце концов Хардинги согласились, что письма будут запечатаны в течение 50 лет и передали их в библиотеку Конгресса. В 2014 году библиотека Конгресса опубликовала 106 писем. Многие из них были написаны на официальных бланках Сената и были шокирующе откровенными. Роман Филлипс и Хардинга протекал в период его пребывания на посту вице-губернатора штата Огайо и сенатора США. После того, как Хардинг стал кандидатом в президенты от республиканцев, Республиканский национальный комитет был вынужден откупиться от Филлипс, которая угрожала обнародовать письма. Хардинг также якобы платил Филлипс около 5000 долларов в год замолчания. Это дело имело потенциальные политические последствия. Филлипс поддерживала Германию в Первой мировой войне и часто пыталась убедить Хардинга разделить ее взгляды. Она присылала ему газетные статьи и была известна тем, что бросала вызов Хардингу за его позицию по вопросам, когда он был сенатором. После того, как Хардинг и Филлипс расстались, когда он стал президентом, они все еще встречались наедине. Некоторые считали, что Филлипс была шпионом. Другие историки утверждали, что Хардинг предупредил Филлипс, что власти сосредоточили внимание на ней и ее мужа, хотя ее семья опровергла эти утверждения. 8. Детеныши панды при рождении весят около 100 граммов, что соответствует размеру кусочка сливочного масла. Фактически детеныши панды составляют 1,09 размера их матерей и необычайно малы по сравнению с размерами других млекопитающих при рождении относительно их матерей. Существует несколько теорий, объясняющих это, в том числе из-за недостатка питательных веществ в бамбуке, но адекватного объяснения найдено не было. 9. Несмотря на свое название, кальмар-вампир на самом деле, довольно милый маленький парень. Более того, кальмар-вампир технически даже не является кальмаром. Первоначально ученые классифицировали это существо как вампиротисис инферналис, что переводится как кальмар-вампир из ада. Вместо того, чтобы питаться кровью, кальмар-вампир в основном питается морским снегом, который состоит из частиц мертвых животных, гниющих материалов, экскрементов и других отходов. 10. До того, как во Флориде был построен мир Уолта Диснея, Дисней якобы рассматривал Новый Орлеан как потенциальное место для парка. В 1963 году Уолт Дисней подыскивал потенциальное место для своего парка развлечений. Сэм Каррузо, который позже стал мэром Слайделла, штат Луизиана, утверждал, что он активно общался с помощником Диснея, который хотел приобрести недвижимость в Новом Орлеане. Он также утверждал, что Дисней вел переговоры с властями города и штата о начале строительства парка. 22 ноября 1963 года в Далласе был убит президент Джон Кеннеди, что привело к прекращению деловых контактов. Как только шок от убийства прошел, он вернулся к делу. Однако за это время Дисней пролетел над Орландо на своем самолете и решил, что хочет построить свой парк там, а не в Новом Орлеане. Компания начала создавать подставные корпорации для покупки земли, чтобы они могли держать свои планы в тайне. К 1965 году выяснилось, что Дисней строит мир Уолта Диснея в Орландо, и парк открылся в 1971 году. Хотя парк оказался во Флориде, Дисней очевидно также думал о Сент-Луисе, штат Миссури, как о потенциальном доме для парка развлечений, но понял, что это потребует полного восстановления центра города и не совсем соответствует видению Диснея. 11. Где шансов больше, выиграть в лотерею, быть укушенным акулой или что в вас попадет молния. Шансов, что вас укусит акула или поразит удар молнией, многократно больше, чем что вы выиграете в лотерею. Да-да. Например, в лотерее, 5 из 50, где выигрывает 5 шаров, а всего шаров 50, с числами от 1 до 50. Шанс сорвать выигрыш составляет 0,05. Согласно статистике, вероятность того, что вас укусит акула или в вас попадет молния, намного больше. 12. Почему после дождя в воздухе присутствует неприятный землянистый запах? Запах дождя, землянистый запах, вызван высвобождением во время дождя масел из почвы, которые выделяются бактериями, живущими в земле, в ответ на дождевую воду. Он называется петрикор. Петра означает камень, а икор – жидкость. Дело в том, что некоторые растения на планете во время засухи выделяют масла, которые оседают в глинистых слоях почвы и в горных породах. Когда идет дождь, эти масла высвобождаются в воздух вместе с геосмином, побочный продукт актинобактерий, в результате чего в воздухе и появляется характерный запах дождя. 13. Зачем выдры держат друг друга за лапы? Выдры иногда держатся за лапы друг друга, чтобы не дрейфовать в воде во время сна. Морские выдры иногда держат друг друга за лапы во время сна, чтобы не уплыть друг от друга. Чаще всего это делают мать и детеныш. 14. Правда ли, что куры произошли от динозавров? Куры, как и все птицы, произошли от динозавров. Все современные птицы произошли от группы двуногих динозавров, известных как тероподы, в состав которых входят тираннозавры и меньшие велоцерапторы. Тероподы наиболее тесно связаны с птицами. По сравнению с современными птицами у них были большие морды, большие зубы. Например, у велоцераптора череп был похож на череп койота, а мозг был размером с мозг голубя. 15. Считается, что имя Джессика придумал Уильям Шекспир. Первый известный случай, когда имя Джессика упоминается где-либо, был в шекспировском венецианском купце, что побудило историков приписать ему изобретение этого имени. 16. Сачин Литлфейзер была актрисой и активисткой, которая попала в заголовки газет в 1973 году из-за своего появления на Оскаре. Марлон Брандо стал лучшим актером за роль в фильме «Крестный отец». Он был разочарован тем, как в Голливуде относятся к коренным американцам, и в знак протеста отправил Литлфейзер на сцену, чтобы отказаться от своей награды. Литлфейзер ранее снималась в таких фильмах, как «Зимний ястреб», «Подстрели солнца» и «Процесс Билли Джека». Когда было объявлено имя Брандо, она вышла на сцену, одетая в платье из оленей кожи и макосины. Вручение наград 1973 года впервые транслировалось на международном уровне, и более 85 миллионов человек посмотрели страстную речь Литлфейзер, которая прозвучала всего через месяц после противостояния между активистами коренных американцев и властями после того, как полиция убила мужчину из племени Лакота в Вундетни в Южной Дакоте. После этой речи Литлфейзер попала в черный список Голливуда. В августе 2022 года Академия принесла официальные извинения за то, как обошлись с актрисой. В ответ Литлфейзер сказала, «Мы, индейцы, очень терпеливые люди прошло, всего 50 лет. Нам нужно всегда сохранять чувство юмора, по этому поводу. Это наш метод выживания». Она умерла в октябре 2022 года. 17. Фильмы с участием Тома Круза «Рискованный бизнес» и «Топ Ган». Мы, Верик, фактически спасли солнцезащитные очки бренда Рей Бен от прекращения производства. Все началось в начале 1980-х, когда и Авиэтор, и Вейфарер продавались довольно плохо. Бренд рассматривал возможность отказа от обоих стилей, чтобы сосредоточиться на более модных образах. Когда в 1983 году вышел фильм «Рискованный бизнес», его успех привел к возрождению стиля Вейфарер. Было продано более 360 тысяч пар по сравнению с примерно 18 тысячами в предыдущие годы. Всего несколько лет спустя, в 1986 году, был выпущен Топ Ган – Мы, Верик, благодаря которому продажи очков авиаторов взлетели до небес. К 1988 году Рей Бен продавал более 4,5 миллионов пар авиаторов в год. Когда Круз получил роль в фильме «Человек дождя» 1988 года, режиссер Барри Левинсон сказал Крузу, что не хочет, чтобы его персонаж носил очки Рей Бен, потому что считает, что тот слишком тесно связан с брендом. 18. Медицинские ошибки являются одной из главных причин смерти в США. Согласно исследованию ежегодно в США, из-за врачебных ошибок погибает 250 тысяч человек. Это третья по величине причина смертности в Америке. 19. Франкенштейн был вегетарианцем. Знаете ли вы, что главное действующее лицо романа Мэри Шелли Франкенштейн или современный Прометей, написанного в 1818 году, был вегетарианцем? Но это действительно так. Самым явным доказательством, что это так, являются строчки из романа «Моя еда не похожа на людей». Я не уничтожаю ягненка просто для того, чтобы удовлетворить свой аппетит, фрукты и овощи мой основной источник пищи. 20. У ленивцев больше шейных костей, чем у жирафов. У жирафов и многих млекопитающих в шеях, 7 позвоночных костей. У ленивцев количество шейных позвонков варьируется в зависимости от их вида. Например, у двупалых ленивцев, чалоэпус хаффмени, шейных позвонков может быть от 5 до 7, а у трехпалых, бродипус тридектилус, по 8 или 9. У отдельных экземпляров из этого семейства животных, может быть по 10 шейных позвонков. 21. Пчелы могут летать выше Эвереста. По данным National Geographic, пчелы могут подниматься на высоту до 9 км над уровнем моря. А это выше, чем гора Эверест, которая является самой высокой в мире. 22. Человек может прыгать дальше, чем лошадь. Рекорд самого длинного прыжка, когда-либо сделанного в мире, принадлежит человеку. Майк Пауэлл в 1991 году на чемпионате мира по легкой атлетике 1991 года в Токио во время пятой попытки в финале прыгнул на 8,95 метра. Этот мировой рекорд до сих пор не побит. Ранее, в 1990 году, лошадь по кличке Extra Dry установила рекорд, прыгнув на 6,1 метра. 23. Сценарий фильма «Терминатор» был продан всего за 1 доллар. Джеймс Кэмерон, режиссер таких фильмов, как «Терминатор», «Аватар» и «Титаник», продал в 1983 году сценарий фильма «Терминатор» всего за 1 доллар. Права на сценарий фильм он продал своей будущей жене Гейл Энн Хёрд, которая в те годы была его деловым партнером. Согласно заключенному договору, Гейл должна была найти, кто профинансирует съемки первой части «Терминатора», а также гарантировать ему пост режиссера в первом фильме. 24. Голубиный помет являлся официальной собственностью британского правительства. В XVIII веке для изготовления пороха использовали помет голубей. Поэтому он был объявлен королем Георгом I, официальной собственностью правительства. 25. На глазах египетских мумий был найден лук, в то время кольца лука имели большое значение при мумификации. Кроме того лук символизировал бессмертие. 26. Авраам Линкольн был барменом. Как известно Авраам Линкольн является очень важной фигурой для Америки, но немногие знают, что он был лицензированным барменом. Вы знаете, что 16-й президент Соединенных Штатов боролся за свободу рабов и профсоюз, но чего вы не знали, так это того, что он был лицензированным барменом. Лицензия Линкольна на продажу спиртных напитков была обнаружена в 1930 году и выставлена в винном магазине Спрингфилда. По словам Уэйна С. Темпла, эксперта по Линкольну, Конгресс хотел уволить Улиса С. Гранта в 1863 году, потому что он много пил, и Линкольн в ответ отправил Гранту запас виски. 27. Бетховен не знал, как выполнять такие операции, как умножение и деление. Людвиг Ван Бетховен, пожалуй, один из лучших композиторов за всю историю нашего мира. На самом деле, хотя он и учился в школе под названием Тироцине и учил математику, он в течение своей жизни так и не научился умножению и делению чисел. Когда-то ему нужно было умножить 62 на 50, и он сплюсовал 62-50 раз подряд. 28. Первая итальянская женщина-космонавт известна тем, что сделала первое из прессо в космосе. 29. Человек, работающий в Пиксар, случайно удалил весь фильм во время производства мультфильма «История игрушек 2». Эд Кэтмилл, соучредитель Пиксар, написал в своей книге Creativity Inc., что за год до выхода фильма кто-то ввел команду BIN, RM, R, F, звездочка на диске, где были сохранены файлы, и сцены начали удаляться. Чтобы воссоздать то, что было удалено, понадобился бы год, но к счастью у другой сотрудницы дома была резервная копия всего фильма на ее ноутбуке. 30. Компания Apple была создана в день дурака, день смеха, 1 апреля 1976 года. Три технологических новатора подписали документы о создании Apple Computer Company 1 апреля 1976 года. Но компания не была полностью зарегистрирована до 3 января 1977 года. 30 лет спустя компания была переименована в Apple Inc., и это не шутка. В 2018 году Apple стала первой в США компанией с оборотом в триллион долларов. 31. Для создания подошвы кроссовок Nike использовала вафельницу. Сооснователь бренда Nike Билл Боуэрман, используя вафельницу своей жены, создал подошву новой модели кроссовок Moonsho. Впоследствии этот вид кроссовок стал революционным, благодаря потрясающему сцеплению подошвы с поверхностью. Но главный плюс такой подошвы это ее износа стойкость. 32. Кабаны моют пищу перед употреблением. По данным National Geographic и многочисленных исследований, выяснилось, что кабаны прежде чем съесть пищу, моют ее. Например, грязные плоды, яблоки, корни растений. Дикие свиньи несут к ближайшему водоему, моют их, для того чтобы съесть чистыми. 33. Если бы, к примеру, гвоздь был той же температуры, что и центр солнца, он убил бы любого, кто был бы поблизости на расстоянии 1600 километров. 34. Наше чувство вкуса тесно связано с цветами. Люди находят горячий шоколад, подаваемый в чашки оранжевого или кремового цвета, более ароматным, чем в красной. 35. В первые 10 секунд при взрыве сверхновой, выделяется больше энергии, чем наше солнце, произведет в течение 4,5 миллиардов лет своей жизни. 36. В каждом 2,5 сантиметре человеческой кожи, есть примерно 32 миллиона бактерий. Хотя вы можете быть очень увлечены гигиеной, вам все же не нужно слишком беспокоиться об этом факте, потому что подавляющее большинство этих бактерий безвредны и даже полезны для здоровья организма. 37. Граждане в Швейцарии могут создавать свои собственные законы или даже вносить поправки в уже существующие, игнорируя правительство и делая всенародное голосование, если они того пожелают. На любой национальный, государственный или муниципальный закон может быть наложено вето, потому что общественность имеет право ставить каждый вопрос законодательства на референдум. Все это происходит по ходатайству 50 тысяч законных подписей, представленных в федеральном офисе администрации. И швейцарцы могут создавать свои собственные законы через гражданские инициативы. Чтобы получить право выдвинуть инициативу на голосование, требуется ходатайство с сотней тысяч подписей. 38. Алмаз может вырасти внутри другого алмаза. Удивительно, но факт. Правда пока в мире был только один такой случай. Так, в 2019 году шахтеры в Якутии, нашли алмаз, внутри которого был еще один алмаз. Приблизительный возраст находки, больше 800 миллионов лет. В настоящий момент геологи строят различные гипотезы о том, каким образом внутри алмаза образовался другой алмаз. 39. Хомяки на колесе могут пробежать 9 километров за ночь. Хомяки и другие грызуны, курсореальные животные, очень любят бегать. Точнее сказать, их организм адаптирован к бегу, им крайне необходимы ежедневные пробежки. Именно поэтому, когда грызунов заводят в качестве домашних животных, им часто монтируют в клетках специальные колеса. Но насколько много бегают грызуны? Это показало недавнее исследование, где ученые выяснили, что за одну ночь хомяк может пробегать до 9 километров. Согласитесь, для человека это расстояние не маленькое, а для хомяка и вовсе кажется марафонской дистанцией. 40. У игуаны три глаза, третий только воспринимает яркость. Третий глаз у игуаны называют теменным глазом, находится между двумя основными и представляет собой точку на лбу. Глаз не видит изображения, но тем не менее, он чувствителен к изменениям света, например при смене светлого цвета на темный. Третий глаз игуаны и другие рептилии, а также некоторые рыбы, используют для навигации, ощущения окружающей среды. Также необычный глаз контролирует осыпь от внешних опасностей во время сна. 41. Изобретателя летающего диска кремировали, а из его праха сделали фризби. В 1960-х годах Эд Хедрик, работая на производстве игрушек компании ВМО, разработал популярный во всем мире спортивный снаряд летающий диск или фризби. В народе этот снаряд прозвали летающей тарелочкой. В 2002 году он умер, после чего его прах был добавлен в органическую серию летающих дисков, которые были переданы его друзьям и семье, а также проданы. Собранные средства от продажи фризби пошли на благотворительность. 42. Слоны не могут прыгать. Многие млекопитающие могут прыгать, а слоны нет. Они очень тяжелые, не имеют очень сильных или подходящих для этого мышц ног. Но почему? По какой причине эволюция не подарила слонам, такую возможность? Все дело в том, что они просто никогда в этом не нуждались. То есть, для своей эволюции возможность, прыгать была слонам не нужна. 43. В среднем каждый человек трогает свое лицо, 15,7 раза в час. Небольшое исследование, проведенное в Калифорнии в 2008 году, установило, что в среднем во время рабочего дня в офисе, каждый человек трогает свое лицо, 15,7 раза в час. В итоге, если брать в расчет, что человек спит 8 часов, во время бодрствования он трогает лицо, примерно 250 раз в день. Не знаем, зачем вам эта информация, но она правдива и вы наверняка ее не знали. 44. Самый глубоководный в мире почтовый ящик, находится на глубине 10 метров в Японии. В рыбацком городе Сусами, Япония, есть почтовый ящик, который находится на глубине 10 метров. Для того, чтобы отправить письмо, открытку, естественно, отправление должно быть водонепроницаемо. Чернила, которыми вы подпишите отправление, также должны быть водоустойчивыми. Вам необходимо нырнуть на глубину, найти почтовый ящик и сунуть отправление в специальный слот. Почтовый ящик был установлен в 1999 году, с тех пор через него прошло 32 тысячи почтовых отправлений. 45. А еще говорят, США уже давно цивилизованная страна. С 1913 по 1915 год родители в США могли отправлять своих детей через почтовую службу. Вы не поверите, но еще в начале 20 века в США можно было переправлять детей по почте. В 1913 году почтовая служба США ввела новый и весьма необычный сервис посылок для предметов, более 2 килограмм, которые практически не имели ограничения, на вид пересылаемых отправлений. В итоге предприимчивые родители посчитали, что дешевле отправлять своих маленьких детей по почте, чем покупать билеты на поезд. Самая длинная почтовая поездка, когда-либо зафиксированная в США, составила 1150 километров. Мать шестилетней девочки отправила ее из Флориды, к родному отцу в Вирджинию. В 1915 году почтовая служба, наконец, дала понять, что отправлять детей через почту это маразм, запретив подобные махинации. 46. В мире есть люди с психическим расстройством, которые считают себя коровой, нет, это не шизофрения. Это психологическое расстройство называется боантропией. Тот, кто страдает от боантропии, живет в состоянии бреда, считая себя коровой или быком. Самое ужасное, что люди с таким заболеванием пытаются вести себя как представители рогатого скота. 47. В некоторых районах Китая участки в полиции охраняют гуси. У гусей отличный слух, исключительное зрение. Также этот вид птиц при защите своей территории не боится даже больших противников, что позволяет им вести себя агрессивно и громко. По всей видимости, именно по этим причинам, некоторые полицейские участки в сельских районах провинции Синьцзян в Китае ночью охраняют гуси. 48. Некоторые звуки динозавров в парке юрского периода озвучивали настоящие черепахи. Гарри Рыдстром, саунд-дизайнер парка юрского периода, отправился в океанариум Marine World, чтобы записать звуки, которые издают черепахи. Он использовал их звуки во время спаривания, для озвучки виртуальных велоцерапторов. Но они не единственные животные, поучаствовавшие в дубляже динозавров. Так, в озвучке был задействован целый приют собак, много лошадей, ослов, гусей, лебедей, сов, коров, дельфинов, слонов. И это еще не все, даже люди участвовали в озвучивании древних существ. Кстати, именно за звук фильм, получил две премии Оскар. 49. Виноград начинает гореть в микроволновке. Когда виноград помещают в микроволновку, особенно при разрезании виноградины на две половинки, он начинает гореть. Форма двух половин виноградины и материал преломляют микроволны таким образом, что в итоге они ионизируют содержание натрия и калия в мякоти и создают плазму. Да-да, реально создается плазма. Из-за чего виноград начинает гореть. Канадские ученые долго изучали это явление и воспроизвели его с помощью искусственных водных бусин. Они отмечают, что исследование данных экспериментов может служить основой для разработки беспроводных антенн изображений сверхразрешений. Подумать только, и это все благодаря тому, что кто-то, когда-то захотел съесть теплый виноград, поместив его в микроволновку. 50. Ежегодно в Китае вырубают 3,8 миллиона деревьев, чтобы сделать одноразовые палочки для еды. Ежегодно в Китае используется около 57 миллиардов одноразовых пар палочек для еды. Национальное управление лесного хозяйства сообщает, что для изготовления такого количества палочек необходимо примерно 3,8 миллиона деревьев. Около 45% палочек изготавливается из хлопкового дерева, березы и ели, а остальные из бамбука. 51. Китай владеет почти всеми пандами в мире. Он сдает их в аренду за 1 миллион долларов в год. Большинство гигантских панд на Земле принадлежат Китаю. Те, которые находятся в мировых зоопарках, как правило, сдаются китайскими властями в аренду. Нередко минимальный срок аренды составляет 10 лет. Мало того, зоопаркам не только нужно платить аренду за медведей, но и обеспечивать их бамбуком. Для этого большинство зоопарков вкладывают деньги в выращивание любимого корма панд, который составляет 99% их ежедневного рациона. Напомним, что панды находятся под угрозой исчезновения. Всего в мире осталось меньше 300 панд. 52. В Японии есть офисное здание, через пятый, шестой и седьмой этажи которого проходит автодорога. В городе Осака, Япония, есть 16-этажная башня Гейт Тауэр Билдинг, открытая в 1992 году, три этажа которой пересекает автомагистраль. Дорога проходит между пятым и седьмым этажами этого здания. Владелец шоссе является арендатором этих этажей. Лифт проходит через эти этажи без остановки, за четвертым этажом следует восьмой этаж. Дорога не интегрирована физически в башню. По сути, это эстакада, проходящая сквозь нее. 53. Русская женщина, жившая в 18 веке, была мамой 69 детей. Женщину звали Валентина. Все 69 детей от одного отца. Этой женщине принадлежит рекорд Гиннеса «Самая плодовитая мать». Согласно книге рекордов Гиннеса, женщина рожала 27 раз. Из них 4 раза четверняшек, 7 раз тройняшек и 16 раз двойняшек. Примечательно, что муж матери героини позднее женился на другой женщине, где произвел еще 18 детей. 6 раз рождались двойняшки и 2 раза тройняшки. 54. На Земле есть существа с красной, синий, зеленой и желтой кровью. Кровь может иметь разные цвета, в зависимости от ее компонентов. Большинство позвоночных имеют красную кровь из-за содержания в ней железа. Животные, у которых в крови медь, как правило имеют голубой цвет. Например, голубая кровь у осьминогов, кальмаров, ракообразных, пауков. Ванабин делает кровь желтый, например, у жуков, асцидий, галатурий. Хлорокруарин делает кровь зеленой, у некоторых червей и пиявок, а гимеритрин дает крови фиолетовый оттенок, нескольким видам червей. 55. У улиток есть тысячи зубов. У улиток и слизней очень богатый рацион питания, начиная от растений и насекомых до обычных отходов. Естественно, для того, чтобы безопасно питаться таким разнообразием, им необходимо размельчать различные продукты питания, а также долго, тщательно жевать. Для этого улиткам и слизням природа подарила вместо челюсти гибкий язык, который содержит тысячи микроскопических зубов. Зубы покрывают всю поверхность языка. Во рту улитки расположены радулы. Это специальный аппарат, похожий на терку. Радула с зубами служит не для кусания, а для соскребания и измельчения пищи. Смысл работы этого языка такой же, как у землечерпательной машины. То есть, чем больше загребательных ковшей у машины, тем лучше. Также и у улитки, чем больше роговых образований во рту, тем эффективнее измельчается пища. 56. Коалы обнимают деревья, чтобы снизить температуру тела. У деревьев, как известно, температура ниже, чем у окружающего воздуха. Коалы, прижимаясь к дереву, передают им лишнее тепло. Ученые наблюдали за позами коал на деревьях, при различных температурах воздуха. В итоге было замечено, что позы коал зависят от погоды. Также ученые с помощью тепловизоров сделали снимки животных, сидящих на деревьях. Фото показали, как распределяется тепло, передаваемое коалами, по стволу деревьев. 57. Чтобы жечь одну килокалорию, нужно нажать кнопку мышки 10 миллионов раз. Как-то дочь учителя физики начала утверждать, что каждый раз, когда человек нажимает кнопку компьютерной мыши, он сжигает одну килокалорию. Учитель из Луизианы, отнесясь к этому скептически, сделал расчет, высчитав, сколько на самом деле нужно нажать на кнопку мыши, чтобы жечь одну килокалорию. При условии, что для нажатия кнопки мыши требуется сила в 0,5 Н, а расстояние перемещения кнопки принять за 1 мм, то в среднем для того, чтобы жечь одну килокалорию, потребуется нажать кнопку около 10 миллионов раз. Кстати, это займет, всего 11,5 дней. 58. Деревьев на Земле на порядок больше, чем звезд в галактике Млечный путь. Так, на нашей планете насчитывается 3 триллиона деревьев, тогда как в нашей галактике, Млечный путь всего лишь 200-400 миллиардов звезд. 59. Только пять современных стран никогда не были колонизированы Европой. Если взглянуть на историю всех современных стран, то каждая из них, за исключением пяти стран, была в определенный период истории колонизирована, то есть контролировалась европейской страной. Япония, Северная Корея, Южная Корея, Таиланд и Либерия единственные, кто избежал европейской колонизации. Из списка стран исключены непосредственно сами европейские страны. 60. В Помпеях были рестораны быстрого питания, работающие на вынос. Ученые нашли доказательства, что в Помпеях были заведения быстрого питания, торгующие блюдами на вынос. Такие заведения, вполне можно считать аналогами современных фастфуд-кафе. Они размещались в маленьких помещениях, выходящих на улицу при лавках, посетители ели стоя. 61. Эволюция, У птиц киви ухудшается зрение. Киви, возможно, эволюционируют, чтобы стать слепыми. В недавнем исследовании обнаружено, обследовано 160 молодых киви, что треть из них имеет проблемы с глазами, а некоторые даже родились слепыми, но это не мешает им жить. Как считают ученые, эволюция отнимает у киви зрение, так как оно им не нужно. Дело в том, что эти птицы бодрствуют ночью, у них хорошо развит слух. Также у них отлично развито обоняние. В том числе, взрослые киви не сильно боятся хищников, так как возможность летать заменена ими ночным образом жизни и сильными ногами. Киви достаточно быстро бегают и вполне проворны под покровом ночи, что позволяет им избегать опасности. 62. Деревья могут посылать предупреждающие сигналы другим деревьям о возможных нападениях. Оказывается, растения могут общаться друг с другом. Как выяснили ученые, некоторые растения могут передавать друг другу информацию о происходящем путем передачи летучих органических химических веществ. Некоторые растения передают информацию с помощью электрических сигналов. Смысл сигналов различный, есть те, которые предупреждают о насекомых, есть те, которые сообщают о изменениях температуры, и так далее. Что на это интересно скажут вегетарианцы, и как они смогут есть без угрызений совести растения, которые пусть и достаточно на примитивном уровне, но все-таки в состоянии общаться друг с другом. 63. Netflix был основан раньше Google. Развлекательная компания была основана в 1997 году, а Google в 1998. Изначально Netflix существовал как способ аренды копий фильмов на физических носителях через интернет, а его стриминговый сервис появился намного позже, в 2007 году. 64. В Санкт-Петербурге в два раза больше мостов, чем в Венеции. В северной столице проложено около 800 мостов, не считая конструкций на территориях промышленных предприятий, в то время как в Венеции их чуть более 400. 65. Австралия поставляет песок и верблюдов на Ближний Восток. Это может показаться странным, но верблюдов действительно иногда экспортируют на Ближний Восток. Это делают для размножения животных, потому что у австралийских особей нет болезней, характерных для животных из восточных районов. А экспортируемый песок используется для строительства, особенно в таких местах, как Дубай. Причем Австралия и Ближний Восток не единственные, кто экспортирует и импортирует песок. Так, к примеру, Китай и Индия являются одними из крупнейших импортеров песка и гравия для строительных целей. 66. Йода из «Звездных войн» и мисс Пигги из «Маппет-шоу» в англоязычной версии озвучены одним и тем же человеком. И этот человек легендарный актер озвучивания, и кукловод Фрэнк Ос, который также подарил голос Коржику из улицы Сезам и многим другим куклам. 67. НАСА был предъявлен иск за нарушение границ на Марсе. Три человека из Йемена, претендовавшие на право продажи марсианской земли, подали в суд на НАСА за нарушение границ на территории, принадлежавшей их предкам. Свои аргументы они основывали на мифологиях, химерной и сабейской цивилизации, существовавших за несколько тысяч лет до нашей эры. Более того, эта троица энтузиастов также предлагала продавать участки Земли на Марсе всего за 2 доллара за квадратный метр заинтересованным инвесторам. 68. Тайга составляет около 27% всех лесов планеты. Это природная зона умеренного климатического пояса, самая большая по площади на поверхности Земли. В Северной Америке она находится на территории Юга Канады, Аляски и Северных Штатов, в Евразии на Скандинавском полуострове и на большей части территории России. 69. Асфальт ведет себя как жидкость, которая в 2 миллиона раз гуще меда. Асфальт, которым вымощены все наши дороги и тротуары, на самом деле не твердое вещество, а очень вязкая жидкость, смола, или вернее сказать ведет себя как жидкость. Если поставить на него тяжелый предмет или пропустить через воронку, через достаточно долгое время вы увидите, что он и вправду ведет себя как жидкость, а вернее, достаточно близко к ней. 70. Запретный плод Эдема никогда не упоминался в Библии в качестве яблока. Библия гласит, что плод рос на дереве, но упоминания, что это за плод, в священном писании нет. Ассоциация яблока с запретным плодом, который толкнул Адама и Еву на грех, возникла из-за неправильного перевода священных текстов с иврита на латынь. Иероним, который в 382 году до нашей эры, начал переводить Библию и занимался этим около 15 лет, допустил несколько ошибок. В частности он перепутал слово моллюс, что означает яблоня, с малусом злом. 71. Сухопутная граница между Россией и Казахстаном вторая, в мире по протяженности. По данным Министерства национальной экономики Казахстана, граница между Россией и Казахстаном равна 7598 километрам, что составляет больше третьей общей протяженности сухопутных границ в мире. Превышает число лишь международная граница между США и Канадой, которая составляет 8893 километра. 72. Через Амазонку не проложено ни единого моста. Несмотря на то, что Амазонка одна из самых длинных рек в мире, у нее совсем нет мостов. Отчасти это связано с техническими трудностями, мягкие осадочные породы, частые изменения уровня воды и т.д. Но главная причина в том, что в районе реки не так много дорог, которым нужны мосты. 73. Во всем мире больше автоматов Калашникова, чем всех автоматов остальных конструкций вместе взятых. Оружие, разработанное легендарным советским оружейным конструктором Михаилом Калашниковым, входит в Книгу рекордов Гиннеса, как самое распространенное оружие в мире. 74. Самым старым неизменным национальным флагом является флаг Дании. Нынешний флаг Белый крест на красном фоне был принят в 1625 году и с тех пор не подвергался изменениям. Ни в одной другой стране дизайн флага не продержался так долго. 75. Большое Васюганское болото – самое большое болото в мире. Водоем расположен в Западной Сибири и его площадь составляет 53 тысячи квадратных километров, что делает его самым большим по величине в мире. Только представьте, Сибирское болото на 21% больше площади Швейцарии. 76. Россию от США отделяют всего 4 километра. Это расстояние между островом Ратманово, Россия, и островом Крузенштерна, США, в Беринговом проливе. 77. Метро Санкт-Петербурга – самое глубокое в мире. Средняя глубина петербургского метрополитена, открытого в 1955 году, составляет 57 метров. А станция Адмиралтейская является самой глубокой станцией метро в России и одной из самых глубоких в мире. Ее глубина составляет 86 метров, – это высота пяти хрущевок, поставленных друг на друга. 78. Северная Корея и Куба – единственные места, где нельзя купить Кока-Колу. Несмотря на то, что этот газированный напиток продается практически повсеместно, по данным BBC, он официально не продается в Северной Корее и на Кубе. Дело в том, что эти страны находятся под долгосрочным незаконным торговым эмбарго США. Некоторые люди говорят, что найти Колу все-таки можно, но желанный напиток обойдется вам гораздо дороже, потому что скорее всего он импортирован из соседних стран. 79. Россия – единственная страна, которая омывается 13 морями. Территорию России окружают 13 морей, принадлежащие Трем океанам – Балтийское, Черное, Азовское, Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское и одно замкнутое Каспийское. 80. Стоп-знаки раньше были желтыми. Вплоть до 1920-х годов в Америке не было стандартизированных указаний для знаков стоп, поэтому они могли быть любого цвета или формы. В 1922 году в Американской ассоциации служащих государственных автодорог и транспорта решили, что знаки должны быть желтыми и иметь восьмигранную форму. Красный, по их мнению, со временем побледнел бы и его было бы хуже видно ночью. Только в 1950-х годах, когда появилась стойкая к выцветанию краска, знаки стоп были стандартизированы в качестве красных. Приведенная фоторезультат работы в фоторедакторе, но некоторые антикварные желтые варианты все еще можно найти в продаже. 81. В России женщины получили права раньше, чем в США. На этой фотографии демонстрация женщин в Петрограде, Санкт-Петербург, 8 марта, 23 февраля по старому стилю, с надписью избирательные права женщинам. 1917 год. В России избирательное право женщинам предоставили в 1917 году, в Соединенных Штатах в 1920. 82. Какой у вас ежегодный доход? Вы им недовольны, считая, что вокруг полно более богатых людей. А знаете ли вы, что если вы зарабатываете более 32 тысяч долларов в год, примерно 250 тысяч рублей в месяц, по курсу ноября 2023 года, вы входите в 1% богатых людей во всем мире? Так-то многие ошибочно думают, что миллионеров и миллиардеров в мире всего 1%. На самом деле их еще меньше. Вы не поверите, но долларовых миллионеров и миллиардеров в мире всего 0,01% от всего населения Земли. 83. Система Michelin Star. Самый желанный рейтинг качества в ресторанной индустрии была создана шинной компанией Michelin для увеличения продаж шин. Официально рейтинговая система подразумевает, что ресторан, имеющий одну звезду Michelin, это замечательно, 2 звезды Michelin и вы зайдете в ресторан, проходя мимо, а 3 звезды Michelin стоят того, чтобы посетить его, даже если вы живете далеко от заведения, в том числе этот ресторан стоит посетить, даже если вы живете в другой стране. Идея заключалась в том, что если бы люди проезжали большие расстояния до ресторанов и отелей, они быстрее бы изнашивали шины своих автомобилей, что естественно привело бы к повышению продаж резины. 84. Люди, которым при переливании крови вводили кровь неправильной группы, часто сообщали о чувстве надвигающейся гибели спустя несколько минут. Серьезно, ощущение надвигающейся гибели является официальным медицинским термином для данного симптома, а пациенты действительно чувствуют, что им грозит гибель. Другие симптомы при неправильном переливании крови включают лихорадку, боли, озноб и жжение в месте инъекции. 85. Англия едет по левой стороне дороги из-за рыцарей. Большинство же стран ездят справа из-за Наполеона. В те времена, когда люди носили мечи, имело смысл придерживаться левой стороны дороги, чтобы можно было легче защищать себя своей доминирующей рукой, у 90% населения это правая рука. Империя Наполеона многое изменила, настаивая на том, чтобы многие завоеванные им страны перешли на правосторонние дороги, Франция начала вносить изменения в движение после революции. Затем изобретение нового транспорта и машин закрыло споры о том, где движение лучше справа или слева. В итоге большинство стран сегодня имеют правостороннее движение в отличие, к примеру, от Англии и Японии. 86. У вас нет мышц на пальцах рук. Вся работа по управлению пальцами выполняется мышцами предплечья и ладони. У вас есть сухожилия в руках, которые тянут мышцы, но нет мышц в ваших пальцах. Подумайте об этом в следующий раз, когда вы много печатаете на компьютере и чувствуете себя измотанным, удивляясь, откуда берется усталость в руках. 87. Стегозавры старше травы. Последние стегозавры бродили по земле около 140 миллионов лет назад, а трава, как мы знаем, эволюционировала только около 80 миллионов лет назад. Таким образом любые стегозавры в парке юрского периода, вероятно смотря вокруг себя, задавали себе вопрос, что это за зеленые штуки. 88. Фамилия матери американского астронавта База Улдрина, до того как она вышла замуж, была Луна. Улдрин, как известно, был частью команды астронавтов в миссии Аполлон-11, которые произвели первую в истории человечества высадку на Луну. Это сумасшедшие совпадения, его мать звали Мэрион Мун, что в переводе означает Луна. 89. Солнце и Луна кажутся нам примерно одинаковыми по размеру, потому что в невероятно маловероятном совпадении Луна имеет одну четырехсотую размера Солнца и оказывается на орбите на одной четырехсотой расстояния между Землей и Солнцем. Если бы Луна была еще дальше от нас или меньше, не было бы полных солнечных затмений, как сейчас. 90. Первым искусственным объектом, когда-либо запущенным в космос, могла быть крышка люка. По словам астрофизика Роберта Браунли, который помогал проводить ядерные испытания в США в 1950-х годах, над отверстием, предназначенным для подземных испытаний ядерной бомбы, был установлен двухтонный железный диск. Несмотря на вес диска, сила подземного ядерного взрыва заставила его лететь вверх. В последующем тесте Браунли установил камеру, воссоздал условия и рассчитал, что диск взлетел со скоростью около 200 тысяч километров в час, что намного выше скорости, необходимой для преодоления тяготения Земли. Достоверность эксперимента сомнительна, и никогда не было подтверждено, что крышка люка действительно избежала гравитации Земли, но тем не менее это правдоподобно. 91. Сарказм повышает творческий потенциал. Возможно, сарказм не самая милая привычка и привлекательное качество. Если у вас есть склонность к саркастическому чувству юмора, скорее всего вам хотя бы раз советовали сбавить обороты. Но любители саркастического тона могут ликовать, исследования показали, что сарказм улучшает творческие способности. Причем не только автора шутки, но и ее адресата. Дело в том, что насмешливое замечание подразумевает установление связей между противоположными идеями, а его интерпретация требует, чтобы мозг рассуждал за пределами буквального. 92. Вероятность выпадения монеты на аверс не 50 на 50. Когда вы подбрасываете монету физика, а невероятность определяет, как она приземлится. Американский математик Перси Диаконис обнаружил, что вероятность того, что во время подбрасывания монета упадет на лицевую сторону, гораздо выше. Способ ее приземления не случайен. Немного практики, и можно легко управлять подбрасыванием монеты, чтобы она приземлялась так, как вы того хотите. Более того, если вы вращаете монету, вероятность выпадения решки выше, так как орел весит немного больше. 93. Есть уравнение, чтобы определить, как далеко находится горизонт. Горизонт что-то далекое и почти абстрактное. Но он может оказаться ближе, чем вы думаете. Есть уравнение, которое помогает вычислить расстояние до горизонта, если вы знаете, на какой высоте над уровнем моря находитесь. Например, если ваш рост 182 см, вы стоите на уровне моря, а ваши глаза находятся на высоте около 167 см от земной поверхности, то горизонт примерно в 5 км от вас. Для расчетов нужен калькулятор. А уравнение звучит так. Высоту глаз над уровнем моря нужно разделить на 0,5736, и из полученного числа выделить квадратный корень. Согласитесь, все же приятно знать, что есть способ это выяснить. 94. Если на вас когда-нибудь нападет крокодил, воткните ему в глаз большой палец. Конечно, легче сказать, чем сделать и лучше в подобные ситуации вовсе не попадать. Но эксперты по дикой природе сходятся во мнении, что это лучший способ спастись в случае нападения крокодила. То же самое и с аллигатором. Глаза самая чувствительная часть тела рептилии. В идеале, когда в них тыкают, животное должно ослабить челюсти. 95. Самое короткое предложение в английском языке GO. Да, всего две буквы, грамматически правильное английское предложение. Но оно считается таковым, только если это команда в повелительном наклонении. Она приказывает слушателю идти. Если вы предпочитаете предложение с отдельным словом в качестве подлежащего, то самое короткое будет состоять уже из трех букв. И это I.M. 96. Миг это реальная единица измерения времени. Вы когда-нибудь говорили, что вернетесь в мгновение ока. Вы определенно лгали. И хотя под мигом и подразумевается короткий промежуток времени, на самом деле это научный термин. В мире физики миг это время, за которое свет проходит в вакууме расстояние, в один сантиметр, около 33,4 пикосекунд. Между тем пикосекунда это одна триллионная секунды. 97. Деньги сделаны не из бумаги. Оказывается, говорить бумажные деньги не совсем правильно. По данным Бюро гравировки и печати США, деньги на 75% состоят из хлопка и на 25% из льна, что придает им особый внешний вид. Состав российских денежных купюр не отличается сильно от американских. 98. Оранжевый худший цвет для собеседования. Согласно опросу CareerBuilder, оранжевый цвет производит самое плохое первое впечатление на собеседовании. 25% респондентов заявили, что этот яркий цвет заставляет выглядеть кандидатов непрофессионально. Лучший цвет, который вы можете надеть навстречу с потенциальным работодателем, синий. 99. В какой-то момент, вы были самым молодым человеком на Земле. В момент вашего рождения, вы были самым молодым человеком в мире, хоть и ненадолго. Довольно круто, правда? 100. Ваши шансы дожить до 116 лет, очень малы. И вновь говоря о возрасте, но с другой стороны, лишь один человек из 2 миллиардов доживает до 116 лет. Если вы хотите быть одним из этих людей, нужно следовать советам и рекомендациям долгожителей. 101. Сон сжигает больше калорий, чем просмотр телевизора. Да, вы сжигаете калории во сне, и как правило это происходит эффективнее, чем во время просмотра телевизора. Основная причина, когда мы спим, то не едим. А когда смотрим фильм или интересный сериал, у нас часто возникает соблазн отправиться к холодильнику. 102. Саундтреки к видеоиграм лучшая музыка для концентрации. В следующий раз, когда вам нужно будет сосредоточиться на рабочем проекте или подготовке, к предстоящему тесту, попробуйте послушать музыку из видеоигр. Их цель максимально сосредоточить вас на текущей задаче, погружая в атмосферу игры. Так что если вам понадобится фоновая музыка для работы или учебы, послушайте плейлист с инструментальной музыкой из видеоигр. 103. Фотти, 40, единственное число в английском языке, буквы которого расположены в алфавитном порядке. Не самый полезный факт, отнесем его к разряду развлекательных. Взгляните на любое число. Такого вы не найдете. 104. Шансы получить флэш-рояль в покере равны 649 739 к 1. Когда люди говорят, что флэш-рояль это удача, они не шутят. Шансы получить стрит-флэш немного выше, 72 192 к 1. 105. Существует кошачья версия Горги. Всем котолюбителям посвящается. Этот драгоценный комочек шерсти зовется манчкин. Как и у Горги и таксы, их короткие ноги и длинное тело результат генетической мутации. Если кошка обладает аутосомно-доминантным геном, из-за которого кости ног становятся короче, она может передать этот признак своим котятам. 106. На фонарных столбах центрального парка Нью-Йорка написаны номера, которые помогают определить расположение. На фонарных столбах в центральном парке есть номера, которые помогут вам отслеживать, где вы находитесь. Если вы заблудились, обратите внимание на ближайший фонарь. На нем будет 4 числа. Первые два числа это цифры, ближайшей пронумерованной улицы, а вторые показывают, на какой стороне парка вы находитесь, восточной или западной. Нечетные числа обозначают запад, а четный восток. Цифры существуют столько же, сколько и сами фонарные столбы. С 19 века. 107. Люди с голубыми глазами более устойчивы к алкоголю. Согласно исследованию Университета штата Джорджия, люди с голубыми глазами, как правило более устойчивы к алкоголю и могут выпить больше, прежде чем почувствуют последствия. Оборотная сторона этой мелочи, голубоглазые люди с большей вероятностью могут заработать алкозависимость. Исследователи обнаружили сильную связь между генами, определяющими цвет глаз, и генами, влияющими на привыкание. Хотя в любом случае пить нужно ответственно, независимо от того, какого цвета ваши радужки. 108. С помощью Доритас можно разжечь огонь. Чипсы Доритас легко воспламеняются и могут стать чем-то вроде рожига, если вам понадобится развести огонь. По данным издания Lifehacker.com, масло и приправа на чипсах, особенно в пряных сортах, действительно могут долго гореть. 109. Разрезать яблоко пополам можно голыми руками. В 2019 году актер, Пол Рат взорвал аудиторию, когда вручную разделил яблоко на две части в видео Netflix. Но более осведомленные зрители поспешили отметить, что это не демонстрация сверхчеловеческой силы, а результат тренировки. Просто вдавите мускулистую основу двух больших пальцев в углубление, наверху яблоко, а затем сожмите яблоко сверху вниз и разведите руки, как будто вы открываете книгу. Для этого фокусы лучше всего подходят более мелкие и хрустящие сорта яблок. 110. Только две части тела никогда не перестают расти, это нос и уши. Когда вы закончите расти в подростковом возрасте, количество клеток в большей части вашего тела останется неизменным, то есть расти вы не будете. Но сами клетки все еще могут увеличиваться и уменьшаться в размерах. Общий размер вашего тела может меняться, но только клетки в носу и ушах продолжают делиться. 111. Существуют конфеты, которые светятся в темноте. Благодаря природе кристаллического сахара, выталкивающего электроны, Винту Грин Лайф Саверс реально светится в темноте. Дело в том, что когда электроны встречаются в воздухе с азотом, молекулы последнего загораются, по сути все леденцы, изготовленные из кристаллического сахара, при растрескивании излучают слабый видимый свет. Но поскольку в Винту Грин Лайф Саверс содержится масло грушанки с флуоресцентными свойствами, этот видимый свет становится гораздо ярче. 112. На английском языке, в качестве второго языка, говорят почти в шесть раз больше людей, чем его носителей. Если вы путешествовали по миру, то наверняка замечали, что многие инструкции на табличках написаны на английском. А почти все местные жители и туристы, кажется, обладают базовыми знаниями. Все потому, что по данным Нью-Йоркер, около 2 миллиардов человек во всем мире, говорят на английском, как на втором языке. Это примерно в шесть раз больше количества носителей языка, около 350 миллионов человек. 113. У вас больше шансов умереть в свой день рождения, чем в любой другой день. Вероятность зависит от возраста, но в среднем составляет около 13%. Несколько известных людей скончались в свои дни рождения, в том числе Уильям Шекспир, актриса Ингрид Бергман и автор загадки женственности Бетти Фридан. Исследования показали, что риск сердечного приступа и инсульта увеличивается в день вашего рождения, примерно на 22 и 19% соответственно. 114. У булькания в животе есть научное название. Официальное название звуков вашего желудка это барборигмус или урчание в животе. Это происходит, когда в кишечнике циркулирует газ, поэтому говорить о том, что у вас урчит желудок, не совсем верно. 115. Собаки могут чувствовать человеческие эмоции. Исследования показали, что в мозге собаки есть чувствительные к голосу области, очень схожие с человеческими как с точки зрения местоположения, так и с точки зрения активности. Авторы исследования Университета Линкольна обнаружили, что собаки могут правильно сочетать звук, передающий определенную эмоцию, с фотографией человека, изображающей эту эмоцию. Собаки не видели и не слышали людей на снимках до эксперимента, что позволяет предположить, что у животных есть инстинктивная способность различать сложные эмоции. Скорее всего это связано с тем, что люди приручали собак и их предков на протяжении тысяч лет, создавая уникальные для царства зверей отношения. 116. Если хранить сметану или творог в перевернутом виде, то они дольше прослужат. Хранение сметаны или творога в перевернутом виде увеличит их срок годности. Это связано с тем, что при таком положении в контейнере создается вакуум, что замедляет рост бактерий, вызывающих порчу. 117. Объятия могут ускорить заживление. Это правда объятия ускоряют заживление ран. Они и другие позитивные формы контакта с любимым человеком высвобождают гормон окситоцин. Он, в свою очередь, облегчает боль и даже ускоряет заживление, усиливая действие иммунной системы. Конечно это не значит, что вместо вызова скорой нужно обниматься. Просто объятие гораздо лучше для каждого из нас, чем мы думали. 118. Теннисные мячи у имблдона хранятся при температуре 20 градусов по Цельсию. Температура теннисного мяча влияет на то, как он отскакивает. При более высоких температурах молекулы газа, внутри мяча расширяются, заставляя мяч отскакивать выше. Более низкие температуры заставляют молекулы сжиматься, и мяч отскакивает ниже. Чтобы убедиться, что используются лучшие теннисные мячи, у имблдон ежегодно проверяет более 50 тысяч теннисных мячей. 119. Однорукий игрок забил победный гол на первом чемпионате мира. Эктор Кастро, который в подростковом возрасте случайно отрезал себе правое предплечье электропилой, играл за футбольную команду Уругвая во время первого в истории чемпионата мира в 1930 году. В последнем матче между Уругваем и Аргентиной Кастро забил победный гол на последней минуте игры. Окончательный счет был 4-2, что сделало Уругвай первой страной, выигравший чемпионат мира. 120. Самая старая игрушка в мире – палка. Подумайте, насколько универсальна палка. Вы можете использовать ее, чтобы играть с собакой, размахивать ею как битой или использовать свое воображение, чтобы превратить ее в световой меч. Вот почему в 2008 году Национальный зал славы игрушек включил палку в свою коллекцию удивительных игрушек как, возможно, самую старую игрушку. 121. Пчелы умеют делать цветной мед. Во Франции есть биогазовая установка, перерабатывающая отходы шоколадной фабрики Mars, где производится ММДМС. Пчеловоды поблизости заметили, что их пчелы производят мед неестественных оттенков – зеленого и синего. Представитель Британской ассоциации пчеловодов предположил, что причиной окрашивания меда стали пчелы, поедающие сладкие отходы ММДМС. 122. Самсунг тестирует телефон на прочность с помощью робота в форме пятой точки. Люди постоянно прячут свои телефоны в задние карманы, поэтому Самсунг создала робота в форме пятой точки, которая сидит на их телефонах, чтобы убедиться, что они выдерживают давление. Хотите – верьте, хотите – нет, но робот даже носит джинсы. 123. Панцири броненосцы в пуле непробиваемы. На самом деле один житель Техаса был госпитализирован, когда пуля, которую он выпустил в броненосца, срикошетила от животного и попала ему в челюсть. Это совершенно правдивая информация. 124. Только четверть пустыни Сахара покрыта песком. Большая ее часть покрыта гравием, хотя здесь также есть горы и оазисы. И вот еще один географический факт, который все понимают неправильно – это не самая большая пустыня в мире. Самая большая – это Антарктида. 125. Нынешний американский флаг был разработан старшеклассником. Он начался как школьный проект для младшего класса Боба Хефта по истории в 1958 году и получил неудовлетворительную оценку. У его дизайна было 50 звезд, хотя Аляска и Гавайи еще не были штатами. Хефт полагал, что вскоре они получат статус штата и показал правительству свой проект. После того, как президент Дуайт Эйзенхауэр позвонил и сообщил, что дизайн был одобрен, учитель Хефта изменил его оценку на пятерку. 126. Мерседес изобрел автомобиль, управляемый джойстиком. Джойстик в демонстрационном автомобиле Mercedes F200 1966 года управлял скоростью и направлением движения, заменяя рулевое колесо и педали. Автомобиль также мог определять, с какой стороны сидит водитель, так что кто-то мог управлять им с пассажирского сидения. 127. Собаки нюхают приятные запахи левой ноздрёй. Собаки обычно начинают принюхиваться правой ноздрёй, особенно если запах может сигнализировать об опасности, но они переключаются на левую ноздрю для чего-то приятного, например, еды или партнера для спаривания. 128. Эйфелева башня может вырасти более чем на 15 см в течение лета. Высокие температуры заставляют железо расширяться. 129. На дне Балтийского моря нашли 170-летние бутылки шампанского. По данным New Scientist, бутылки с шампанским, как полагают, путешествовали из Германии в Россию в 1800-х годах, когда они опустились на дно моря. Оказывается, морское дно, где температура колеблется от 2 до 4 градусов по Цельсию, является прекрасным местом для выдержки вина. Винные эксперты попробовали шампанское и охарактеризовали его как иногда сырное с животными нотками и элементами мокрых волос. 130. Чемпион мира по скрэблу, настольная игра, на французском языке не говорит по-французски. Уроженец Новой Зеландии Найджел Ричардс выучил наизусть весь французский словарь скрэбл, в котором 386 тысяч слов за 9 недель, чтобы заработать свой титул. Он также трижды выигрывал английский чемпионат мира по скрэблу, 5 раз национальные чемпионаты США и 6 раз открытый турнир Великобритании по скрэблу. Это произошло через 20 лет после того, как 28-летний Ричардс впервые сыграл в эту игру. 131. Первая коляска была спроектирована так, чтобы ее тащила коза или животное аналогичного размера. Уильям Кент, ландшафтный архитектор, изобрел первую коляску для третьего герцога Деванширского в 1733 году. Но вряд ли ожидалось, что родители из высшего класса будут прилагать усилия для перевозки своих детей, поэтому Кент разработал свою модель так, чтобы ее тянуло маленькое животное, например, коза. 132. Самому старому деревянному колесу в мире уже более 5000 лет. Оно было найдено в 2002 году, примерно в 19 километрах к югу от Любляны, столицы Словении, и в настоящее время находится в городском музее. Для определения возраста колеса было использовано радиоуглеродное датирование, которое показало, что ему от 5100 до 5350 лет. 133. Омертвевшие клетки кожи являются основным компонентом домашней пыли. По данным исследователей из Имперского колледжа Лондона, люди теряют около 200 миллионов клеток кожи, каждый час, и они должны куда-то деваться, когда мы находимся в помещении. Это около 51 микрограмма. 134. В Судане больше пирамид, чем в любой стране мира. Мало того, что в Судане больше пирамид, чем в Египте, их число даже не близко. В то время как в Египте было обнаружено 138 пирамид, Судан может похвастаться примерно 255. 135. Летучая мышь-шмель – самое маленькое млекопитающее в мире. При весе от 1,42 грамма до 1,98 грамма, длине от головы до тела от 2,9 сантиметра до 3,28 сантиметра и размахи крыльев от 12,95 сантиметра до 14,48 сантиметра. Летучая мышь-шмель, также известная как свиноносая летучая мышь, является самым маленьким млекопитающим в мире, согласно книге рекордов Гиннеса. Чтобы своими глазами увидеть эту крошечную летучую мышь, вам придется посетить одну из немногих известняковых пещер на реке Хвайяной в провинции Кончинабури на юго-западе Таиланда. 136. Длина кровеносной системы составляет более 96 500 километров. По данным Института Франклина, если бы вся кровеносная система ребенка мы говорим о венах, артериях и капиллярах была выложена плоско, она растянулась бы более чем на 96 500 километров. К тому времени, когда мы достигаем совершеннолетия, наши тела становятся домом для примерно 160 934 километров кровеносных сосудов. Безусловно, это приблизительные цифры. 137. Части Африки есть во всех четырех полушариях. Для людей, чье образование было в значительной степени, ориентировано на западный мир, может оказаться удивительным узнать, насколько огромен африканский континент. Например, он охватывает все четыре полушария и занимает почти 19 312 128 квадратных километров. 138. Роговица – одна из двух частей человеческого тела, не имеющих кровеносных сосудов. Роговица – это прозрачная часть глаза, которая покрывает зрачок и другие части глаза. По мнению ученых из научно-исследовательского института Глаза Шеппинса, при Гарвардском отделении офтальмологии, хрящи и роговица являются единственными типами тканей в организме человека, которые не содержат кровеносных сосудов. 139. Первый в мире полнометражный анимационный фильм был снят в Аргентине. Даже если вы знаете много диснеевских мелочей, вы можете предположить, что честь первого полнометражного анимационного фильма принадлежит фильму Уолта Диснея, 1937 года «Белоснежка» и «Семь гномов». Но 20 годами ранее в Аргентине был снят полнометражный анимационный фильм. Согласно книге рекордов Гиннеса, это была политическая сатира под названием «Эль Апостол», состоящая из 58 тысяч рисунков, продолжительность которой составила 70 минут. 140. Филиппины состоят из 7640, одного острова. Филиппины – это архипелаг, а это значит, что он состоит из группы островов 7641 острова, если быть точным. В эту цифру не входят тысячи песчаных отмелей и других форм рельефа, которые появляются во время отлива. 141. Поездка по Транссибирской магистрали в один конец предполагает пересечение 3901 моста. Транссибирская магистраль – не только самая длинная железная дорога в России, но и самая длинная в мире. Путешествие занимает 7 дней, за это время пассажиры проезжают через 8 разных часовых поясов и пересекают 3901 мост. 142. Внутри Земли достаточно золота, чтобы покрыть всю планету. Оказывается, на нашей планете есть немало золота, 99% драгоценного металла можно найти в ядре Земли, сообщает журнал Discover. Сколько там всего? Достаточно, чтобы покрыть всю поверхность Земли 45,7 см золота. 143. Люди могут использовать лишь небольшую часть воды на Земле. В школе нас учили, что большая часть, в частности 71%, поверхности планеты покрыта водой. Хотя это правда, по данным National Geographic, люди могут использовать только 0,007% этой воды. Это потому, что только около 2,5% воды на Земле является пресной водой и лишь 1% из них доступен. Остальное составляют ледники и снежные поля. Кстати, у нас есть отдельный ролик про самый большой в мире водоем с пресной водой озера Байкал. 144. Чтобы пересечь всю реку Миссисипи, капли воды требуется 90 дней. Река Миссисипи, протянувшаяся на 3765 километров, является третьим по величине водоразделом в мире. Это один длинный участок воды. Такой длинный, что одной капле воды требуется примерно 90 дней, чтобы преодолеть всю ее длину. 145. Когда-то люди ели мышьяк, чтобы улучшить свою кожу. Вы, наверное, слышали о том, что многие любимые косметические средства викторианцев были пропитаны мышьяком, но бывает и хуже. В конце 19 века на рынке также появились продукты, такие как безопасные вафли для лица, с мышьяком доктора Джеймса Кэмпбелла, которые предназначались для употребления в пищу. Утверждалось, что они избавляют от веснушек, угрей и других уродств на лице. Признайтесь, это один из самых интересных фактов, которые вы узнали за последнее время. 146. В Японии на каждые 40 человек приходится один торговый автомат. Считается, что в Японии одна из самых высоких плотностей торговых автоматов в мире. Один на каждые 40 человек в стране. В то время как в большинстве из них продаются различные виды напитков, другие торгуют мороженым, лапшой и одноразовыми фотоаппаратами. 147. Лимоны плавают, а лаймы тонут. Поскольку лаймы плотнее лимонов, они опускаются на дно стакана, в то время как лимоны плавают наверху. Из всех этих фактов, этот мы могли наблюдать своими глазами. 148. В Макдональдсе когда-то готовили брокколи со вкусом жевательной резинки. Этот сумасшедший факт из Макдональдса заставит ваши вкусовые рецепторы ползать мурашками. Неудивительно, что попытка заставить детей питаться более здоровой пищей не увенчалась успехом у детей-тестировщиков, которые были сбиты с толку вкусом. 149. Некоторые грибы создают зомби, а затем контролируют их разум. Тропический гриб Афиокордисепс поражает центральную нервную систему муравьев. Пробыв в теле насекомого 9 дней, он получает полный контроль над движениями хозяина. Согласно National Geographic, это заставляет муравья взбираться на деревья, затем биться в конвульсиях и падать в прохладную влажную почву внизу, где процветают грибы. Оказавшись там, гриб ждет ровно до солнечного полудня, чтобы заставить муравья откусить лист и дождаться смерти. 150. Первые апельсины не были оранжевыми. Первоначальные апельсины из Юго-Восточной Азии были гибридом мандарина и помело, и на самом деле они были зелеными. В действительности апельсины в более теплых регионах, таких как Вьетнам и Таиланд, остаются зелеными до полного созревания. 151. Есть только одна буква, которой нет ни в одном из названий штатов США. Можете ли вы угадать ответ на этот случайный забавный факт? Вы найдете Z Аризона, J Нью-Джерси и даже 2X Нью-Мексико и Техас, но ни одного Q. 152. В Шотландии 421 слово для обозначения снега. Да, 421. Некоторые примеры, снисл – начался дождь или снег. Фифл – кружица, и флинг-дринкин – легкий снег. 153. Пожарные используют смачивающие вещества, чтобы сделать воду более влажной. Химические вещества снижают поверхностное натяжение обычной воды, за счет чего она легче распределяется и лучше впитывается в объекты, поэтому ее называют влажной водой. 154. Самое длинное английское слово состоит из 189 819 букв. Мы не будем здесь его представлять, но чтобы произнести вслух полное название белка, по прозвищу Титин, потребуется 3,5 часа. Хотя это безусловно самое длинное слово в английском языке, самое длинное слово в Оксфордском словаре английского языка состоит из 45 букв, а в самом длинном выдуманном слове всего 28. 155. Амок – это психическое расстройство, признанное медициной. Считается культурно обусловленным синдромом, свойственным жителям Малайзии, Филиппин и близлежащих регионов. Человек, сходящий с ума, сначала впадает в задумчивое состояние, а затем совершает внезапную бешеную массовую атаку. 156. Некоторые виды осьминогов откладывают за раз 56 тысяч яиц. В среднем гигантский тихоокеанский осьминог откладывает 56 тысяч яиц в конце беременности в течение месяца, сообщает НПР. Сначала эти новорожденные плавают в окружающей воде, не привязанные ни друг к другу, ни к своей матери. Но затем мать собирает каждое яйцо, размером с рисовое зернышко и сплетает их в косички, что позволяет ей следить за всеми одновременно. 157. У кошек меньше пальцев на задних лапах. Как и у большинства четвероногих млекопитающих, у кошек пять пальцев на передних лапах, а на задних лапах только четыре. Ученые считают, что четырехпалые задние лапы могут помочь им бегать быстрее. 158. Салфетки Клинекс изначально предназначались для противогазов. Когда во время Первой мировой войны возник дефицит хлопка, Кимберли Кларк разработала тонкий плоский заменитель хлопка, который армия пыталась использовать в качестве фильтра в противогазах. Война закончилась до того, как ученые усовершенствовали материал, поэтому компания переработала его, сделав его более гладким и мягким, а затем выпустила на рынок салфетки Клинекс в качестве салфеток для лица. 159. Синие киты съедают почти полмиллиона калорий за один прием пищи. Просто попробуйте осмыслить вторую часть этого факта о животных. Эти 457 тысяч калорий более чем в 240 раз превышают энергию, которую Кит использует, чтобы зачерпнуть криллер Том. 160. Этот крошечный карман в джинсах был предназначен для хранения карманных часов. В оригинальных джинсах было всего 4 кармана. Этот крошечный карман плюс еще два спереди и всего один сзади. 161. Большинство персонажей Диснея носят перчатки, чтобы упростить анимацию. Уолт Дисней возможно был первым, кто надел перчатки на своих персонажей, как это видно в фильме, 1929 года, до Моприс Микки Маусом в главной роли. Помимо того, что перчатки легче анимировать, есть еще одна причина для их использования. Мы не хотели, чтобы у него были мышиные руки, потому что он должен был быть более человечным, сказал Дисней своему биографу в 1957 году. 162. У коров нет верхних передних зубов. У них коренные зубы сверху, в задней части рта, но там, где вы ожидаете увидеть верхние резцы, у коров, овец и коз есть толстый слой ткани, называемый зубной подушечкой. Они используют свои нижние зубы, чтобы рвать траву. 163. Благодаря 3D-печати НАСА может отправлять инструменты астронавтам по электронной почте. Доставка нового оборудования на Международную космическую станцию, раньше занимала месяцы или годы, но новая технология означает, что инструменты готовы в течение нескольких часов. 164. Когда динозавры были живы, на Луне были действующие вулканы. Большинство вулканов, вероятно, перестали извергаться, около миллиарда лет назад, но исследования НАСА предполагают, что 100 миллионов лет назад, когда еще бродили динозавры, все еще мог быть активный поток лавы на Луне. 165. Томас Стернселли относил зеленый грим. Никто точно не знает, почему этот поэт присыпал лицо зеленой пудрой, хотя некоторые предполагают, что он просто пытался выглядеть интереснее. 166. Трейлеры к фильмам изначально показывались после фильма. Они как бы следовали за художественным фильмом отсюда и название. В переводе с английского это слово означает «прицеп». Первый трейлер появился в 1912 году и предназначался для бродвейского шоу, а не для фильма. 167. H&M на самом деле, что-то означает. Это один из тех интересных фактов, о которых вы, вероятно, никогда раньше не задумывались. Магазин розничной торговли одеждой, первоначально назывался H&M по-шведски ее. Он назывался так до приобретения бренда, охотничьего и рыболовного снаряжения Moritz Witfors. Со временем название H&M было сокращено, до H&M. 168. Правительство США сохранило все публичные твиты с 2006 по 2017 год. Начиная с 2018 года, библиотека Конгресса решила хранить твиты, только очень выборочно, включая сообщения о выборах и те, которые касаются чего-то, представляющего национальный интерес, например, государственной политики. 169. У Теодора Рузвельта была домашняя гиена. Его звали Билл, и это был подарок эфиопского императора. Рузвельт был известен своими многочисленными домашними животными, включая одноногого петуха, барсука, пони и маленького медведя. 170. В штаб-квартире ЦРУ есть свой Старбакс, но баристы не пишут имена на чашках. В его квитанциях написано «Магазин 1» вместо Старбакс, а его работникам требуется сопровождение, чтобы покинуть свои рабочие места. 171. Языки жирафов может достигать 50 см в длину. Их темный и сине-черный цвет, вероятно, предназначен для защиты от солнечных ожогов. 172. В столице только одного штата, США, нет Макдональдса. В Монпелье, штат Вермонт, нет ни одного такого ресторана быстрого питания. Он также имеет самое маленькое население, из всех столиц штата, всего 7500 жителей. 173. Европейцы боялись есть помидоры, когда их завезли. Ученые считают, что Эрнан Кортес привез семена в 1519 году с намерением использовать плоды в качестве украшения в садах. К 1700 годам аристократы начали есть помидоры, но они были убеждены, что плоды ядовиты, потому что люди умрут после их употребления. На самом деле из-за кислотности помидоров в их оловянных тарелках выделялся свинец, и они фактически умирали от отравления свинцом. 174. Люди не единственные животные, которые видят сны. Исследования показали, что крысам снится, как они добираются до еды или бегают по лабиринтам. Большинство млекопитающих проходят фазу быстрого сна цикла, в котором происходит сновидение, поэтому ученые считают, что есть большая вероятность, что все они видят сны. 175. Изобретатель микроволновой печи получил за свое открытие всего 2 доллара. Перси Спенсер работал исследователем в компании American Airlines Company, теперь Рейсен, когда заметил, что радиолокационная установка, использующая электромагнитные волны, расплавила шоколадный батончик в его кармане. У него была идея сделать металлический ящик с использованием микроволн для разогрева пищи, но именно компания подала заявку на патент. Это было в 1945 году, и он получил премию в размере 2 долларов, но никогда никаких гонораров. 176. Блестки, возможно, появились на ранче. Согласно местным преданиям, человек по имени Генри Рошман из Бернардсвилля, штат Нью-Джерси, случайно изобрел блестки в 1934 году, работая на скотоводческом ранче. Нью-Йорк Таймс сообщает, что в популярной истории о происхождении машинист Рошман пытался найти способ избавиться от мусора, измельчив его на мелкие кусочки. Вошел пластик, вышел блеск, а остальное принято считать историей. 177. Древние египтяне использовали мертвых мышей, чтобы облегчить зубную боль. Согласно книге Натана Беловски «Странная медицина», шокирующая история реальной медицинской практики, на протяжении веков, в Древнем Египте люди клали в рот дохлую мышь, если у них болел зуб. Мыши также использовались в качестве средства от бородавок в Елизаветинской Англии. 178. Раньше краску хранили в свиных пузырях. Мочевой пузырь завязывали веревкой, а затем прокалывали, чтобы удалить краску. Этот вариант был не лучшим, потому что он часто рвался. Американский художник Джон Рент был новатором, который в 19 веке изготовил тюбики для краски из жести и завинчивающихся крышек. 179. Япония выпустила киткэтс в стиле суши. В течение ограниченного времени, в 2017 году, токийский магазин Киткэт Чоколатери, производил три вида шоколадных батончиков, которые были вдохновлены суши, но на самом деле не имели сырой рыбы. Суши с тунцом были малиновыми. Суши, завернутые в морские водоросли, по вкусу напоминали тыквенный пудинг. А суши с морскими ежами были со вкусом дыни Хоккайдо с сыром маскарпоне. Все они были приготовлены из воздушного риса, белого шоколада и небольшого количества васаби. 180. В 2015 году в космос отправили кофемашину для приготовления эспрессо. Любить кофе оценят этот интересный космический факт. Саманта Кристофоретти была первым астронавтом, которому на орбиту прислали теплый и уютный кусочек домашнего очага. Итальянское космическое агентство работало с итальянским производителем кофе Лаватце, чтобы доставить кофейные капсулы в космос. 181. Слово «аквариум» в переводе с латыни означает «водопой для скота». Конечно, современные аквариумы не для коров. Первый аквариум, который выглядит так, как вы себе представляете, был создан в 1921 году и открыт в 1924 году в Англии. 182. Изобретатель трехколесного велосипеда лично доставил два, из них королеве Виктории. В 1881 году королева Виктория путешествовала по острову Уайт, когда ее лошадь и карета не смогли угнаться за женщиной, ехавшей на трехколесном велосипеде. Заинтригованная велосипедом, королева заказала два. Она также попросила, чтобы изобретатель Джеймс Старли прибыл с доставкой. Хотя трехколесные велосипеды могут ассоциироваться у вас с малышами, королева Виктория сделала их популярными среди элиты того времени. 183. Синапсы вашего мозга сокращаются, пока вы спите. Исследователи из Центра сна и сознания Университета Висконсин Мэдисон изучали мышей, чтобы наблюдать, что происходит с их мозгом во время сна. Доктор Киара Чирели и доктор Джулио Танони обнаружили уменьшение размера синапсов на 18% после нескольких часов сна. Но не волнуйтесь, это ночное сокращение мозга на самом деле помогает вашим когнитивным способностям. 184. Раньше бейсбольные судьи сидели в креслах-качалках. Люди играют в бейсбол с середины 19 века. Раньше судьи судили игры, полулежа в кресле-качалке, расположенном в 6 метрах от домашней площадки. К 1878 году Национальная лига также объявила, что хозяева поля должны платить судьям 5 долларов за игру. 185. Первый коммерческий пассажирский рейс продлился всего 23 минуты. В 1914 году Абрам Фейл заплатил 400 долларов, сегодня это 8500 долларов, за 23-минутную поездку на самолете. Рейс из Флориды летел между Санкт-Петербургом и Тампой, где города разделяет всего 33,7 километров воды. Единственными пассажирами были Фил, бывший мэр Санкт-Петербурга, и пилот Тони Янус. Этот знаменательный полет проложил путь к воздушным путешествиям в том виде, в каком мы их знаем. 186. Первый в мире роман заканчивается на полуслове. Повесть о Гэнзи, написанная Мурасаки Секибу в XI веке, считается первым в мире романом. После прочтения 54 замысловатых глав читатель, внезапно останавливается на полуслове. Один переводчик считает, что работа завершена как есть, но другой говорит, что нам не хватает еще нескольких страниц истории. 187. Бананы светятся синим под ультрафиолетовым светом. Для обычного глаза в нормальных условиях спелые бананы кажутся желтыми из-за органических пигментов, называемых каротиноидами. Когда бананы созревают, хлорофилл начинает разрушаться. Этот пигмент является элементом, благодаря которому бананы светятся или флоресцируют в ультрафиолетовом свете и кажутся синими. 188. Британская империя была крупнейшей империей в мировой истории. Британская империя была наиболее могущественной, в 1920-х годах, когда она контролировала 23% населения мира и примерно 22 миллиона квадратных километров территории, или почти четверть площади суши Земли, согласно отчету немецкой компании Statista. 189. Южноамериканские речные черепахи разговаривают в своих яйцах. У черепах нет голосовых связок, а уши у них внутренние, поэтому ученые считали, что черепахи глухие и не общаются с помощью звуков. Но исследования показали, что на самом деле черепахи общаются на чрезвычайно низкой частоте, которая звучит как щелчки, кудахтанье и гудки, которые можно услышать только через гидрофон, микрофон, используемый под водой. Эти звуки исходят даже из яйца до того, как вылупится черепаха. Исследователи предполагают, что это помогает вылупиться одновременно сразу всему черепашьему потомству. 190. Пенициллин сначала называли плесневым соком. В 1928 году бактериолог Александр Флеминг перед отпуском оставил чашку Петри в своей лаборатории, а когда вернулся, то обнаружил, что какая-то жидкость вокруг плесени убила бактерии в чашке. Это стало первым в мире антибиотиком, но прежде чем назвать его пенициллином, он назвал его плесневым соком. 191. 20 мая 1873 года день рождения синих джинсов. По данным компании Леви Стросс, именно в этот день Леви Страус и Джейкоб Дэвис, изобретатели прочных синих джинсов, получили патент на процесс добавления металлических заклепок к мужским джинсовым рабочим штанам. Брюки назывались поясными комбинезонами до 1960 года, когда бэби-бумеры стали называть их джинсами. 192. Волосы Нила Армстронга были проданы в 2004 году за 3000 долларов. Счастливый покупатель Джон Резников занесен в Книгу рекордов Гиннесса за самую большую коллекцию волос исторических знаменитостей, сообщает NBC. Но адвокаты Армстронга пригрозили подать в суд на Маркса Сайзмора, не очень удачливого парикмахера, который стриг бывшего астронавта. Они сказали, что он нарушил закон Огайо, который защищает права известных людей. Сайзмор заявил, что не будет платить, а Резников ответил, что не вернет волосы, но пожертвует 3000 долларов на благотворительность. 193. Никола Тесла ненавидел жемчуг. Инженер-электрик проложил путь для современных системных генераторов и двигателей. Благодаря его изобретениям электричество передается и преобразуется в механическую энергию. Но несмотря на его терпение к научным экспериментам, он, по-видимому, терпеть не мог жемчуг. Когда его секретарша однажды надела жемчужное украшение, он заставил ее пойти домой. 194. Томас Эдисон причина, по которой вы любите видео с кошками. После изобретения кинетографа, в 1892 году Эдисон впервые смог записывать и просматривать движущиеся изображения. В своей студии он снимал короткие клипы, в некоторых из которых фигурировали такие известные люди, как Энни Окли и Баффало Билл. Но настоящими звездами этих ранних видеороликов являются боксерские коты. Очаровательные коты, которых он записал на боксерском ринге, примерно в 1894 году. 195. Брэд Питт получил ироничную травму на съемочной площадке. В фильме «Троя», снятом по мотивам Илиады Гомера, Питт играет храброго греческого героя Ахиллеса. Легенда гласит, что Ахиллеса нельзя было победить, если не ударить его в пятку. Именно здесь мы получили термин Ахиллесова пита, означающий уязвимое место. Во время съемок эпической батальной сцены Питт, по иронии судьбы, повредил Ахиллова сухожилие. Из-за этой травмы производство фильма было отложено на два месяца. 196. Боливия имеет военно-морской флот, несмотря на то, что она не имеет прибрежных территорий. Свой единственный выход в Тихий океан, береговую линию длиной 400 км Боливия, потеряла в ходе Тихоокеанской войны 1879 года с Чили, но с тех пор продолжает владеть флотом, в надежде на то, что когда-нибудь сможет вернуть утраченные позиции. 197. Когда вы облизываете почтовые марки, то получаете 0,1 калории. Учтите это, если вы вдруг сядете на диету с прерывистым голоданием, и вам придется облизывать марки в это время. 198. В польской армии официально служил медведь по имени Вайтек. Военным он попал еще медвежонком, они выменили его у мальчика на еду. Солдаты сделали ему соску и кормили сгущенкой, а спал малыш на груди одного из них, Петра, так как сильно мерз по ночам. Через некоторое время Мишка вымахал до двух метров в высоту, скрывать его от начальства было уже невозможно. Выручило Косолапова его умение отдавать честь лапой, которому медведя научил Петр. Перед таким солдатом не мог устоять даже старший офицерский состав. Более того, Вайтек дослужился до звания Капрала за свои заслуги. В частности он в одиночку переносил боеприпасы, которые под силу было перенести четырем солдатам. Многочисленные очевидцы рассказывают, что во время одного из боев Вайтек подошел к машине с боеприпасами, встал на задние лапы и протянул передние, мол, подавай. Ошарашенные солдаты дали ему ящик с патронами. Вайтек перенес его на место и вернулся за следующим. Так он наравне со всеми и участвовал в разгрузке машин. После войны Вайтек 21 год прожил в зоопарке. 199. Любой житель Сингапура, достигший 21 года, автоматически становится донором органов. Люди, которые не хотят быть донорами органов, должны написать отказ от этого. Но в таком случае они не смогут быть первоочередными в списке на получение донорских органов в случае необходимости. Органы им будут доставаться по остаточному принципу. 200. Вес облаков может быть больше 500 тонн. Это если говорить о кучевых облаках среднего размера. Но если взять к примеру средние по величине кучево дождевые облака, иначе тучи, то их вес может достигать полутора, двух тысяч тонн, а больших десятки тысяч тонн. Откуда же берется такой огромный вес? Ведь с земли эти облака кажутся такими невесомыми. Как известно облака, состоят из мельчайших капелек воды, с диаметром всего в несколько микрон. По отдельности эти капельки, по сути ничего не весят, но вот их общая масса в облаке даже среднего размера, чудовищно велика. На этом я бы хотел закончить это видео, с двумя сотнями правдивых фактов обо всем, которые вы не знали. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт, одеколон 4711, которым пользовался Наполеон, выпускается до сих пор. Поскольку формула одеколона никогда не менялась, вы можете узнать, как пахло от Наполеона несколько веков назад. Узнавать интересные факты не только любопытно, но и полезно. Эти небольшие кусочки информации, не просто занимают ценное место в нашей голове, они развивают критическое мышление, помогают произвести впечатление на окружающих, или отвлечься от негативных мыслей. Мы живем в удивительном мире, полном интересных событий и явлений, знать о которых полезно хотя бы для общего развития. А еще это отличный шанс блеснуть знаниями на встрече с друзьями, и прервать затянувшееся молчание. Вот такими у нас получились 200 правдивых фактов обо всем, которые вы не знали. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, знали ли вы бонусный факт, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших, наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео, и прошу подписаться на канал книги, истории, факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом.